Мы говорили в прошлый раз слова Авраама, которые дважды он повторил своему рабу Элизеру. Он сказал, не возвращай моего сына туда, откуда я вышел. Очень важно не возвращать своих сыновей в мир, откуда ты был взят сам. Кто-то скажет из родителей, как я могу это сделать. Очень просто. Ты просто его проклинаешь, выгоняешь. Он бывает непокорен, непослушен, но не возвращай его туда, из той земли, из которой ты сам был однажды взят, во тьму и в грех. Не возвращай, люби, благословляй, надейся, верь, не теряй упования на Господа. И Господь совершит великое в твоей жизни. Итак, я приветствую сейчас всех, кто присоединился к нам в режиме онлайн в интернете и смотрит нас сотни-сотни людей. Также на мегапортале Invictory приветствуем вас, кто может наблюдать наше богослужение в прямом эфире. Мы также приветствуем всех телезрителей, телекомпании Invictory. Слава Господу! Компании ТБН. Слава Господу за все. Итак, тема сегодняшней проповеди. Мы говорили в прошлый раз, не возвращая сына. И вы знаете, Авраам повторял это дважды. Мы знаем из Священного Писания в Новом Завете, когда Христос говорит дважды что-то. Он говорит, истинно, истинно говорю вам. Когда нужно усилить значение слова, значение послания, значение какого-то миссии, то обычно это усиливается повторением. И Авраам это сделал. И мы знаем, что Елизер, его раб, пошел. И вы знаете, что такое люди, водимые Духом Святым? Кто эти люди? Мы прекрасно понимаем, что Авраам пророчествовал своему рабу, чтобы он взял ему сына, сыну-супругу в той земле, из которой однажды Бог его вывел. И он говорит, заклинаю тебя Господом, не бери моему сыну-супругу из этой земли. То есть, другими словами, принципиально важно, чтобы и муж, и жена принадлежали народу Божьему. И тогда это принципиально другая жизнь, принципиально другие отношения. Будут ли молодые делать ошибки? Будут. Но у них есть, написано, двоим лучше, нежели одному. Особенно, когда они в Господе, они знают свое убежище, это Бог. Они знают, на кого уповать, это Бог. Кому прибегать, это Бог. Они это знают. Слава Богу. И вот раб Авраама пришел в землю, откуда был сам. Он знал эту дорогу, потому что когда-то был вместе с Авраамом там. Он знал эту дорогу, с каким сердцем он шел туда. Он понимал, что он увидит язычников. Он понимал, что он увидит тех людей, даже родственников, которые не чтут единого и живого Бога. Но он шел по слову, шел по откровению. И он понимал, он не может не исполнить слово Авраама. И он был верным Аврааму. Сегодня не очень много верности, к сожалению, среди людей. Но там, где она есть, это драгоценно в очах Господа. Вы знаете, друзья мои, я хочу кое-что напомнить нам о том, что мы называем водительство Духа Святого. В Священном Писании, во втором послании апостола Петра, в первой главе, написаны очень важные слова. И сказаны, при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Первая глава с 19 стиха. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших». Пророческое слово, оно является светильником нашей жизни. Иисус Христос, в Писании сказано, что наивернейшее, Иисус Христос есть Дух пророчества Писания. То есть, другими словами, когда мы веруем в Иисуса Христа и читаем Слово каждый день, мы получаем вернейшее, свежайшее откровение от Господа на каждый день. Писание говорит, вы хорошо делаете, что прибегаете к этому источнику, сияющему в темном месте. Среди мрака жизни сияет Христос, и Он наша утренняя путеводная звезда. И когда ты утром просыпаешься, у тебя есть откровение. Ты помолился, ты почитал Слово Божие, и Господь показывает тебе путь, истину и жизнь. Я очень хочу, чтобы мы прибегали к этому откровению, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Оказывается, очень интересно, когда мы читаем любые Писания, любые пророчества, которые есть в Священном Писании, мы понимаем, что сам, собой я это разрешить не могу. Для этого нужно божественное руководство, видение, ведение, познание, откровение, вера. И дальше написано, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Заметьте, как это очень важно. Не потому, что я хочу, чтобы ко мне было пророчество. Оно не по моей воле произносится. Она по воле Божьей. То есть, другими словами, когда мы говорим, я живу простой, обыденной жизнью. У меня, как всегда, все. Утром проснулся, пошел на работу, позавтракал, пообедал, потом вернулся, что-то сделал. Есть семья, нет семьи. Есть друзья, нет друзей. И так обыденно каждый день, каждый день. Смотришь, уже седина приходит. И понимаешь, что каждый день все было так обыденно. Но когда ты начинаешь доверять Богу, то твоя обыденность заканчивается. Начинается удивительная новая жизнь. Вы знаете, с Богом всегда, каждый день прожить не напрасно. Помните, в прекрасной книге проповедника или екклезиаста в третьей главе написано восьмым стихом. Время любить. Вы знаете, вот у Бога есть времена. Там есть 14 позиций. Время разбрасывать камни, время собирать камни, время обнимать, время уклоняться от объятий, время тому, время этому, время сему. Вы знаете, вот чем наполнена наша жизнь. Но иногда приходит любовь. Кто верит в любовь, поднимите руку. Кто еще верит в любовь, поднимите руку. Кто еще верит в божественную любовь, я верю в божественную любовь. Кто верит в человеческую любовь, аминь, слава Богу. Спасибо, слава Господу за каждого, кто еще верует. Вы знаете, без любви Богу служить невозможно. Без любви ближнему служить невозможно. Любовь, она наполняет всю нашу жизнь, даже когда мы ее не чувствуем. Вот это тот случай, который описан в 24 главе Бытия, когда Исаак не видел свою будущую жену, естественно, не мог ее любить. Она там, в своей земле, в земле своих родных, она еще не знает, что уже идет караван, чтобы ее пригласить в совершенно новую, уникальную жизнь. Эта встреча резко поменяет все. Вы знаете, вот так живешь, живешь, но когда ты утром просыпаешься и обращаешься к Господу, читаешь Священное Писание и молишься, и Бог тебе дает откровение и вразумление, никогда пророчество не звучит по воле человеческой. Есть у нас право ставить знамение? Есть, конечно. Много-много великих мужей Божьих, которые говорят, покажи мне, Господи, знамение. Я, конечно, верю тебе, Господи, но покажи мне знамение. И вот этот раб Авраама, который направился туда, в эту древнюю землю Месопотамия, откуда вышел сам Авраам, он шел по откровению, поэтому очень быстро дошел. И когда он пришел туда, он сказал, Господи, если это путь от Тебя, если угодно Тебе, то та девица, то есть та девушка, которая придет к источнику черпать воды в кувшин, я попрошу ее, там, видимо, много было девушек, но я попрошу, к которой сердце мое будет расположено, я тоже Вадим и Духом Святым, он так имел в виду, говоря Богу, то если я попрошу ее, пожалуйста, напои меня из твоего кувшина, я прошел пустыню, я жажду, и она остановится, она опустит кувшин, даст мне напиться, и при том скажет, заметьте, он говорит Господу, и при том скажет, я не только напою Тебя, но я и верблюдам Твоим дам пить, я их напою. Вы знаете, вот это очень важно, когда мы идем по откровению. Светильник в темном месте – это откровение Господа. Пророчество, которым движется сегодня церковь – это путь от Господа. Нельзя ничего разрешать самому собой. Вот почему мы в церкви. Писание говорит, один прочествует, прочие рассуждают. Бог дает откровение. Никогда пророчество не произносилось по воле человеческой, но изрекали его святые, божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Я верю, что сегодня церковь движима Духом Святым. Я не знаю, где наши с вами колодцы, где мы остановимся, куда нас Бог приведет. А я хочу, чтобы каждый день прожитый нами жизни не был напрасным, не был в никуда. Мы проживаем жизнь, друзья мои, чтобы потом нам не говорить, что же я так глупо, тускло, непонятно, мелко потратил свою жизнь. На что я ее потратил? Каждый день прожитый с Богом – это благословенный день. Павел говорит для меня «Жизнь Христос», а смерть, приобретение. Он не боялся жить, он не боялся умирать. Он знал, как жить и как умирать. Вы знаете, в 1-м послании Коринфянам, в 12-й главе перечисляются дары Святого Духа. Помните, один и тот же Господь, один и тот же Дух Святой, дары различные, действия различные, но каждому Бог дает особо. «Я не знаю ни одного человека, христианина, который бы не обладал духовными дарами». Кто скажет, ну, это не обо мне. А ты просто не хочешь их открывать. Ты не хочешь их высвобождать для Бога. Ты не хочешь ими воспользоваться. Знаете, когда вещь не употребляется, то она приходит, ржавеет там, тускнеет, что-то с ней происходит. Она уже через несколько лет, если машина просто стоит, она ржавеет. Вы знаете, очень важно, чтобы мы использовали тот потенциал, который нам Бог дал. Во 2-м послании Петра уже в 1-й главе, только чуть-чуть раньше, с 3-го по 8-й стих написано, что им дарованы все нам потребное для жизни и благочестия. Кто знает, что все даровано? Ни немножко, ни чуть-чуть. Вот это даровано, это не даровано. Многие из нас думают, даровано, значит, у меня должна быть хорошая заплата, хорошая жена, красивая, и всегда красавица, и до 80 лет красавица, и муж мужественный, зарабатывает, все приносит в дом, и только в дом, и так далее. И дети, которые просыпаются, меня хвалят, как в 31-й главе притч. Я все вот так должно, и работа, и квартира, все, и машина, все должно быть. Вот тогда, Господи, я могу сказать, мне все даровано для жизни и благочестия. Но почему-то Бог нам иногда что-то не дает. Знаете, почему? Почему? Чтобы у тебя была жизнь, благочестие. Потому что, вы знаете, иногда что-то нас может развратить. Иногда может далеко удалить от Бога. Но я уверен, что, чем каждый из нас обладает, достаточно для святой жизни и святого благочестия. Я уверен в этом абсолютно. И там написано, если это в вас есть, то прилагая к зиму все старание, кто знает, что Царство Божие усилием берется, или так, лежу на боку, и Царство Божие, вот так оно прямо мне на блюдечке, каждое утро в постель. Вы знаете, Царство Божие усилием берется. Многие просто бездельники говорят, ну как же так? Так, я и так тебе, Господи, сделал одолжение. Я уже стал христианином. Это уже такая жертва с моей стороны. Бог говорит, послушай, только начало пути. И не ты мне сделал одолжение, а я тебя возлюбил. И поэтому ты со мной. Если бы я не отдал своего сына, единородного за тебя на крест Голговский, то ты мог бы мне делать миллион одолжений. Ты мне был бы просто не нужен. Я смотрю на тебя через жертву моего сына, через кровь моего сына, через Голгову. Слава нашему Господу. И там написано, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей, кто помнит что? Добродетель. В добродетеле рассудительность. В рассудительности воздержание, воздержание терпения, ну и так далее, там, бортолюбия, любовь. Как интересно написано у апостола Петра. Но все начинается, если ты движим любовью, благодатью, силой, все начинается с добродетели. Кто любит добродетель, поднимите руку, кто любит добродетель, то есть делай добрые дела. Все, что может твоя рука делать в Господе, делай. Слава Господу. Я назвал эту проповедь следующим названием. И верблюдов твоих напою. Хорошее название, правда? Поднимите руку, кто, когда им поел верблюда. Ну вот так вот встретился и напоел одного верблюда. Знаете, верблюды, которые там, на Ближнем Востоке, через пустыню аравийскую переходят, они пьют много. И неважно, у них один горб, два горба. Я вот наблюдал как-то в зоопарке, в московском, помоложе был, как пьет верблюд. Специально пошел посмотреть, как пьет верблюд. Ему то таскают, льют, льют, он все пьет и пьет, и пьет, и у него горбик встает. Думаю, вот это пьет. Они пьют, потому что впереди у них переходы, пустыня. Знаете, а мы христиане игнорируем это. Ну я так чуть-чуть пару глотков Священного Писания выпью, две минуты молитвы, ну так раз в месяц приду в церковь, и так помолюсь, чтобы за меня особенно помолили, и мне хватит. Не хватит. Помните притчу о пяти мудрых, пяти неразумных девах, которые одни запаслись маслом, другие не запаслись маслом. И когда пришел жених, они поправили светильники, пошли навстречу жениху, а те, которые не запаслись, у них горбик осел. Очень важно пить Слово Божие. И когда мы пьем Слово Божие, когда мы читаем Священописание и молимся, имеем регулярную потребность и привычку, и прилагаем к этому все старания и усилия, поверьте, в любой ситуации у тебя всегда свежее откровение, свежее Слово от Господа. И ты будешь не только пророчествовать в свою жизнь, но будешь пророчествовать в жизнь других и изменять жизнь других. Не зацикливайся только на себе. Все святые Божьи человеки, они служили другим. К этому нужно прилагать старания. Итак, друзья мои, возвращаемся к 24 главе «Бытие». Вот как разворачивается здесь эта удивительно уникальная история. И так они встречаются у колодца. Раб и управитель богатейшего человека Востока, Авраама, Елизер и девушка. Девушка, которая пришла по обыкновению. Вы знаете, я не знаю, там екало у нее сердце в это утро или не екало сердце. Я когда приехал делать предложение своей будущей супруге из Москвы в Запорожье, это был Советский Союз, Вы знаете, когда приехал делать ей предложение, у меня сердце все вот так трепетало, но она не знала меня. Она никогда меня не видела. Она не знала, что именно в этот день я приеду, что я сделаю ей предложение. Да и я ее никогда вживую не видел. Это примерно похоже на эту историю. Ни Ревека не видела своего Исаака, ни Исаак не видела, он доверился. Вы знаете, я помню, когда я позвонил там в калиточку, она вышла на крыльцо, они жили в частном доме, в частном секторе, а посмотрела на меня так, знаете, ну как вот женщина смотрит так, с ног на голову смирила, потеряла всякие интересы, говорит, а мамы дома нет. То есть у меня сразу такая мысль, то ли я похож по возрасту на ее маму, то ли она ко мне потеряла всякий интерес. Я так понимаю, что у нее там ничего не екнуло. И я говорю, а я не к маме, я к вам. Она опять повернулась, посмотрела, еще раз оценила меня, говорит, ну проходите. А вы кто? То есть чьих будете? Вот так начиналось. Но в это мгновение, когда она ко мне повернулась, я сказал, что я к вам, то у нее раздался голос от Господа, судьба. Я вообще был не в ее вкусе. Физически она меня, ну не сразу полюбила, скажу откровенно. И вот в этот момент я вдруг вспомнил эту историю. Я вспомнил, как Исаак сам не решился, да и папа ему не доверил такую серьезную миссию посватать. Почему? Потому что ему уже было сороковник. Кто знает об этом? Он говорит, все, мужику 40 лет, бобыль уже никогда не женится. Вы знаете, некоторые патриархи в это время только начинали влюбляться. Сороковник уже был. И вы знаете, и вот этот момент был очень важный. И он к 40 годам уже был нерешительный. Кто видел 40-летних, неженатых, даже 30-летних. Они вот какие-то такие уже привыкли быть такими одинокими. Уже сами гладят, готовят, там все это делают. И у них как-то иметь постороннее пятно в квартире, как-то знаете. И вот, но, знаете, вот человек предполагает, Бог располагает, да? Давайте посмотрим. Итак, она приходит к колодцу, она черпает воду, и она поднимается вверх по холмику, на котором стоял этот город прекрасный. Все города строились на холмах, чтобы защищаться от нападающих, да? И вот она поднимается. И вдруг он ее окликнул. Здесь так написано. Написано, что она была прекрасная и так далее. Она сошла, наполнила, пошла. И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Это примерно так. Кто-то себе купил бутылку воды у нас в Москве, где-то в жару. Примерно сегодня ты к нему подходишь и говоришь, слушай, дай немножко попить. Скажут, вы откуда? Человек уважаемый, у нас так и не принято. Это не гигиенично. Это не экологично. Ну и там большой список. И они знают, чем вы больны вообще. Из моего кувшинчика, видите ли, хотите испить, да? Но он шел по слову. Он это слово сказал не потому, что он хотел вот именно из ее кувшинчика. Я уверен, что у него кувшинчики были там в его, так сказать, арбее, в чем он там ехал с этими верблюдами. Там навьючено было все. И даже из чистого золота, между прочим. Он шел по откровению. Он шел, он просил у Господа знамения. Он сказал, Господь, я ставлю перед Тобою знамение. Хочу, если я иду по слову Твоему, то она остановится, опустит вот этот кувшин и напоит меня. Вот как произошло. Она сказала, пей, Господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. Вы знаете, друзья мои, покажите вере вашей добродетель. Я не знаю, что там было с ее сердцем. Я не знаю, как оно там билось или не билось. Перед ней стоит управляющий большого имения. Ну, человек, может быть, в моем возрасте, я так думаю. Она юная молодая девушка. Она думала, ну, отца попою по возрасту. Может быть, мне какая-нибудь будет от Господа благодать за это. Вы знаете, мы по-разному рассуждаем, когда делаем добро, да? Написано, когда делаешь добро, не унывай. И все, что может твоя рука делать для Господа, делай, как для Господа, даже если ты делаешь для людей. И знаете, а он-то поставил знамение, она же не просто должна его напоить, но дать пить еще и верблюдам. Я так полагаю, там написано, что верблюды, они сели, они там где-то в сторонке сидели, опустившись на колени. И, может быть, так рядочком сидели. И она, может быть, так попоила вот этого странника, путника, и глазом так смотрит на верблюдов. Может быть, они так в рядочке сидели, думают, ну, один верблюд, ну, два верблюда. Ну, справлюсь. Ну, справлюсь. И вдруг она, когда напоила его, сказала, я стану черпать, и для верблюдов твоих пока не напьются. И он вдруг понимает, что что-то особенное происходит. Вы знаете, когда начинают сбываться откровения, пророчества, видения, вразумления, когда начинает что-то совершаться, мы понимаем, что что-то происходит необычное. И он понимает, вот оно началось. Он предполагал, что вот это, наверное, он не знал ее. Тогда не было фотографий, не было этих скайпов там, что там еще там, вайберов, ничего этого не было. И он понимал, что он ее не знает. И вдруг он почувствовал в духе, вот она. Она говорит, я хочу и твоих верблюдов напоить. Вы знаете, мы же с вами такие интересные люди, мы готовы делать добро, мы готовы быть милосердными, мы готовы быть сострадательными и любвеобильными в отношении погибшим и страдающим людям. Но у нас есть лимит времени, у нас есть лимит финансов, у нас есть лимит возможностей и лимит времени. Вы знаете, когда ты говоришь, ну хорошо, конечно, я тебе помогу, но могу там еще кое-что такое немножко сделать. Вдруг поднимается 10 верблюдов. И ты говоришь, опа, это уже перебор. И ты начинаешь корректировать себя, говоришь, да, да, конечно, конечно, я это сделаю, но не сегодня. Вот сегодня что могу, сделаю, а сегодня я это делать не буду. У меня и финансов нет, и времени нет, и возможностей. Я думал, ну пару верблюдов. Поднимите руки, вот тут была одна рука, кто поил верблюдов. Вы знаете, я смотрел однажды, как его поил. И то в Москве, это они в зоопарке еще пьют достаточно воды. А это пустыня. Они проделали путь через пустыню. И вдруг ее добродетель натыкается на искушение и на испытание. Вот как мы проходим через искушение и испытание, когда у нас такой эмоциональный подъем. Я хочу быть добродетельным, я хочу что-то сделать особенно. И вдруг мы понимаем, что ну двоих я бы еще как-то напоила. А вот десять верблюдов. И вот здесь написано, и тотчас. Слушайте, мне вот нравится в этой главе, мне сказано слово тотчас, тотчас, тотчас. То есть, не думая, служа, понимая. Вы знаете, что-то там внутри ее, что-то там произошло. Она еще не знает, что-то там начинает теплиться внутри. Какое-то движение начинается в душе. Какое-то движение начинается в ее духе. Она понимает и говорит, господи, что-то особенное происходит. Не могу понять еще, но что-то особенное. Чувствовали такое? Вот перед вами есть что-то такое, и вам кто-то что-то сказал. И вы чувствуете потребность служить. Вы чувствуете потребность пожертвовать свое время, свои возможности. Вы чувствуете, что что-то пришло в вашу жизнь. Еще непонятное, неуловимое. И вы еще не знаете, что это такое. Но оно уже пришло, оно перед вами. И вы начинаете служить, и вдруг видите, что служить-то надо не одному верблюду. Не двум верблюдам, не трем верблюдам, а десяти верблюдам. И вот здесь у многих христиан происходит сбой. Да, да, сбой. Да, я добродетельный человек. Но мы так не договаривались. Уважаемый путник, ты должен был предупредить меня, что у тебя 10 верблюдов. Ты так их посадил там вот в тенечке, в стороночке. Я только видел одного из них. Вдруг поднимаются, выходит 10. Мы так не договаривались. Вы знаете, когда ты идешь по откровению, когда ты идешь по Слову Божьему, то Бог дает тебе силы. Бог не пошлет никому искушение сверх силы, сверх твоих возможностей. Если Бог тебе предлагает напоить 10 верблюдов, дорогой мой человек, напои 10 верблюдов и еще спроси, есть ли еще верблюды? Ты скажешь, я отрываю свое драгоценное время. У меня там какие-то встречи с подругами, еще с кем-то. Бог кардинально меняет твою жизнь через твою добродетель, через твое сострадание и милосердие, через милость, которую делаешь. Бог радикально и кардинально меняет твою жизнь. А ты начинаешь думать, там подруги меня ждут, еще что-то такое, что-то еще. Бог вмешался в твою жизнь только потому, что ты, она язычница. Она еще не знает живого Бога. Ее родные, ее брат, отец, они все язычники. Но Бог ее забирает из мира язычников, от этих безгласов-идолов, которые многие, как написано, помните, там написано, что безгласы-идолы вели нас. Кто помнит так написано в послании Каримфина? Кто знает, что такое безгласы-идолы? Кто встречался в своей мирской жизни с безгласыми-идолами? Давайте я перечислю. Гороскоп. Кто увлекался гороскопами? Безгласы-идолы они вас вели. Кто у вас вели? Карты. Я сейчас могу перечислить долгую песню. Не кофейный гущ, а это самое безобидное. И так далее, и так далее. Рождественские гадания девушки гадают на Рождество. Вы знаете, вот такие вот безгласы-идолы, их много-много-много. Кто ходил-то всяким там магам, чародеям, шарикам, раллики и прочее. Слушайте, и мы им верили. О, прям в мою жизнь. Прям все, прям иду, прям вот. Откуда он знает, откуда. Слушай, ну бесы много чего знают. Только ты не иди с бесами. Иди с Богом. И там написано, они вели нас. Но сегодня мы водимые Духом Божиим. Сегодня мы водимые Словом Божиим, Писанием, Откровением. Мы сегодня напоены им. У нас есть, есть и нас идолы вели. Поднимите руки, кто прибегал к этим идолам. Ко всяким там разным фэн-шуем и прочее. Прибегали. Они вас вели. Но сегодня нас ведет Бог. Не вопрос, простой-простой. Такой вот детский. А кто сегодня каждый день читает Священное Писание? Вместо того, чтобы пойти там на картах Таро, там что-нибудь там поупражняться. Кто сегодня читает Слово Божие, молится, и вот это откровение ведет нас. А когда ты молишься, когда ты читаешь Слово, получаешь ли ты откровение? Конечно, получаешь. Это руководство нашей жизни. Это путь истинная жизнь. И ты водимый Духом Святым. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Продолжение следует...